Привет, мои хорошие, с вами снова Гоша, и сегодня у нас Майнкрафт фан-карта от подписчика до матери. Мы сегодня обозреваем обновление этой карты. В общем-то, давайте-ка начинать. Итак, погнали! Итак, в прошлый раз у нас менюшка была несколько другой, теперь у нас, ну как бы, изменилась менюшка, получается, здесь у нас появилась кровать, и здесь у нас появилась какая-то новая надпись. Игра Firmade, она создана как замена обновы Vival Studio 2, вот, да, и, кстати говоря, небольшие баги, 1.0.1 версия, дисклеймер, начать игру, опять, в принципе, как в прошлый раз, здесь уже тёмные блоки такие, вот, да. Дисклеймер данной карты, созданной для карты Гоша-29, короче, для Гоша-29 карты, короче, для карты Сестерс Хаус, короче, там я в прошлом видео читал, если что, можете посмотреть прошлое видео, вот. И тут, короче, у нас, по-моему, что-то недостроил, мне кажется, немножко, ну ладно. Так, у нас тут, короче, есть начать игру, как я понимаю, да, начать игру, как в прошлой версии, в принципе. Так, у нас тут, угу, он закрыл просто всё, небо, да, фактически, и сделал, как я вижу, лайт-блоки, возможно, ну, то есть, свет. Вообще, что-то с текстурками творится, я не знаю, что с текстурками у меня, ну, ладно. Короче, давайте-ка начинать. Так, у нас никакой консультации нету. Найди комплект ритуальной брони и создайте костюм демона. Найти... немножко странно звучит. Да. Типа, найдите тогда, раз уж создайте, тут написано. Либо же создай. Тогда уж написать нужно было. Итак, для начала, кстати говоря, у нас тут, по-моему, что-то как будто бы изменилось в освещении, не знаю, что у нас тут происходит. Кстати, смотрите, у нас, может, запросной выход открыт. Вот, кстати, я не помню, здесь, по-моему, здесь, по-моему, была дверь, типа, обыкновенная. А теперь у нас тут даже двери нету. Либо же не было, не знаю. Короче, давайте-ка для начала посмотрим, что вообще есть у нас. Ага, здесь уже место сундуков есть. Ну, типа, это, блин, точило. Так, у нас есть могилки до сих пор, кстати говоря. И... ой. Ох, ё-моё. Ладно. Я нечаянно упал в могилки. Могилку, точнее. Короче, мне кажется, тебе нужно сделать так, чтобы из них можно было выбираться. На всякий случай проверил. Вдруг что-то было бы. Так, ну, как я понимаю, обновление уже достаточно глобальное. О, уже один... одна вещь есть. Кстати говоря, у нас ограниченные слоты. То есть, он, получается, даже поработал это. Да. Вот оно, это место. Получается, там, где нужно ритуальную фигню провести. У меня вопрос. А где армастент для этого? Найди ритуальные вещи. После этого найди выход. Окей, давайте-ка, раз уж нет армастента, мы просто наденем на себя. Да, и всё. Пока что. А у меня вопрос. Почему здесь... Вот, я не понимаю, когда вы карты мне пересылаете, почему каждый раз какие-то проблемы? Во-первых, здесь ступенька, опять же, точно так же, как в прошлой версии. Просто убери вот ту ступеньку, которая там, получается. И вот эту ступеньку опять поставь. И тогда этого бага не будет. Во-вторых, здесь дырка. Зачем она? Я понимаю, что тут света не было в прошлой версии. Но, блин, можно было в конце концов просто лампу куда-нибудь повесить. Чуть-чуть повыше сделать потолок и всё. Да. Конечно, это фигово. И опять же, почему мы в туалете респаунились, интересно знать. То есть, типа... Это прикольно, конечно, но не знаю, типа это кринжово как-то. Так, ну у нас тут, опять же, мы не будем разбивать стекло. Ага, здесь можно спокойно себе войти в комнату сестры. И... Ага, ага. Здесь появился какой-то секретный проход. Давайте, кстати, чуть-чуть попозже посмотрим его. Кстати, полки подвинутые. Прикольно сделано. Так, гараж так и остался. То есть, просто в него нельзя, типа, войти. Да. Но я, на самом деле, могу войти, но... Я не буду ломать блоки за розетку. О, он убрал рычаг отсюда, кстати говоря. То есть, здесь нет рычага, который идёт в доме сестры. Так, ну... Тюрьма есть, получается. Вот прикольно то, что всё-таки ты делаешь такую фан-карту. Но, опять же, типа, мне кажется, маловато пока что всего. Так, но многие вещи вообще убраны. Ну, мячики. Ну, маленькие мячики можно, да, ставить. В принципе, окей. Типа, даже можно туда положить ещё куклу. Рекомендую. Да. О, здесь есть проход вниз. Воу. Здесь есть главы. Вау. А здесь нет кнопки. Здесь нельзя вот это вот всё поставить. Воу. Воу-воу-воу-воу-воу. В прошлый раз этого всего, по-моему, не было. Так, у нас есть ритуальные ботинки. Окей. То есть, у нас тут дофига шалкеровых ящиков. Кстати, мне кажется, тебе нужно было ступеньки, ну, сделать не из этих досок. То есть, мне кажется, тебе нужно было... Типа, это не совсем доски. Это скорее эти ящики. То есть, лучше бы ты просто их использовал как именно ящики, а не как спуск. Да. Поэтому лучше уж делать просто обычные доски. Ну, либо же ступеньки досок. Кстати, а что тут? Я понимаю то, что он просто, наверное, заделал. Да. Он заделал. Но мне кажется, логичнее было заделать по-другому. Опа. А тут кровь осталась. Так. Ну, в принципе, неплохо так изменил. Да. И у нас доступ к этому наконец-таки есть. Прошлой версии вроде как не было. А может и было. Я просто уже не помню особо. О-о-о-о. У нас тут наша мама. Кстати, она не убивает с одного удара. Что-то странно. Так. У нас тут до сих пор наковальня. Что странно, опять же. Кстати, она по логике должна открывать двери. Но она не открывает двери. Мама. Тьфу. Так. Ну, хорошо то, что она не убивает с первого удара. Потому что все-таки... Ну... О, боже мой. Так. Так, ключ от гаража. Я думаю, нам в принципе может быть понадобится. А может и не понадобится. Не знаю. Так. Ага. Здесь сундук есть. О-па. Книжные полки. А вот интересно. А что за ними? Блин. Мне кажется, я не должен руками их ломать. Но пока что тут... Ну, тут не объяснено. Типа. Не объяснено. О. Здесь еще свечи. И опять же книжные полки. Давайте-ка чуть-чуть попозже к ним вернемся. Потому что уж очень интересно, что заменимее, типа, здесь и там. И, кстати, опять же, типа, почему здесь дерево? Типа. Третий этаж создан из кирпичей, как бы. Тебе нужно было кирпичи поставить хотя бы. Так. Ну. Гараж. У нас тут есть... У нас тут есть подъем. Который мы можем открыть. Но не буду я его открывать. Так. Вообще интересно. А эту дверь открыть? Открыть эту дверь можно. Интересно. Но сундука здесь нет. Прикол в чем? То есть, он убрал сундук. Интересно. Он специально убрал сундук или... Или нечаянно? Или... Блин. Прикольно. Так. Еще есть ключ от камеры у нас. Но это попозже. Так. Ладно. Ага. Здесь у нас есть штаны. Уже. И нам остается по логике последняя часть брони. То есть шапочка. Шапочка. И в принципе все. Но мы еще посмотрим, что он еще тут изменил. Может быть тут еще что-то он добавил. Вообще следовало бы добавить сюжета. Потому что... Ну как бы сюжет пока что что-то особо нету. Лучше добавить сюжета и... Ну типа, например, в книгах писать. И все-таки побольше изменять локации. Да. Потому что мне кажется, что ты все-таки маловато всего изменил. Мне кажется. Так. А. У нас еще ключ от камеры есть. Интересно. Он действительно работает еще или нет? Вообще мы по логике эти рычаги можем куда угодно ставить. О. Здесь еще работает. И здесь уже просто голова. Здесь нету жителей. И здесь получается люк с песком душ. Давайте-ка я просто прочекаю все. Да. Так. На кухне я все прочекал. Здесь ничего нету. Окей. Мне кажется, на первом этаже ничего нету. То есть, я вроде бы первый этаж весь прочекал. А давайте-ка посмотрим, что у нас около выхода. Типа. Все-таки как-никак. У нас, кстати, опять голод тратится. И это проблема. То есть, есть эффект на то, чтобы голод не тратился. Все. А вот это интересно. То есть, типа, блин, забор вот такой вот. Типа. Это немножко странно выглядит. Типа. Понимаешь, что там карта. Типа. Нету карты. То есть, как бы. Мне кажется, тебе нужно было именно забор, как у меня сделаю. То есть, вот такой вот именно. Я имел в виду в прошлом видео. А не такой-то, что как сейчас ты сделал. Да, конечно, ты странно очень сделал. Хотя, конечно, с другой стороны, я сам сказал сделать забор. И не сказал, какой именно. Нет, в принципе, сказал. Просто, типа, возможно, либо ты непреально меня понял, либо не знаю. Нажми, когда закончишь ритуал. Ну, там все, походу, как по старому. Но, в принципе, забор есть. Это хорошо. Значит, получается, он сделал все, как я и сказал. В принципе. Просто чуть-чуть. Не совсем как. Надо, да. Вот. Ладно. Давайте-ка дальше чекать второй этаж. Так. Сначала проверим туалет. А, ну тут сразу же есть у нас ритуальная шляпа. То есть, в принципе, все остальное чекать уже бессмысленно, мне кажется. То есть, здесь уже, естественно, ничего нету. Опа. А здесь какая-то табличка. Интересно. А почему на ней ничего нету? Может быть, это была пасхалочка какая-нибудь, например. На какого-то твоего друга или типа того. Не знаю. Можно все, что угодно, в принципе, сделать. То есть, ты можешь какие-нибудь пасхалки делать. Может быть. Может даже, не знаю, там. Какой-нибудь сюжет опять же делать. То есть, пока что сюжета маловато, серьезно. Лучше побольше сюжета добавить и все-таки побольше изменить локации. Потому что я считаю то, что маловато ты все меняешь. И сделать чуть-чуть подольше прохождение. Так. Ну, здесь, получается, ничего особо нету. То есть, мы проверяем. Ну, кстати говоря, нелогично то, что книжные полки на чердаке. Но, в принципе, есть игра, в которой, получается, точно так же были книжные полки на чердаке. То есть, в принципе, ну, может быть, могло быть так то, что книжные полки будут на чердаке. Да. То есть, это, получается, все пока что, да. То есть, конечно же, лучше всего, чтобы побольше всего было. Да. Но, опять же, то есть, пока что маловато. Лучше бы ты мне пересылал именно версии, в которых очень много всего. Ну, я считаю то, что ты мало всего делаешь пока что. Короче, давайте-ка сюда тогда уж все-таки сделаем все по правилам. И просто сожжем просто, короче, эту броню. Вот так просто сделаю и все. Почему бы и нет? Все, я сжег броню. Я не знаю, почему серьезную нету. Этой армор стенда. Ну, то есть, стойки с броней. Ну, короче, сделали что надо, так скажем. А, тут еще, кстати, Лестер. Лестер. Кто-то такой, интересно, знает. Так, 1967-1984. Это, походу, дедушка нашей сестры. Репты. Ну, это понятно. Это уже давненько. Тут. Да. Ну, и здесь больше ничего нету. То есть, это либо дед, по его задумке, нашей сестры. Либо, не знаю. То есть, отец с матерью, так скажем. Вот. Вообще, мы, мы интересно знать, за кого играем в этом, в этой, так скажем, главе. То есть, мы играем за сестру или за брата все-таки? Просто, по моей задумке, мы играем за брата в доме сестры. А в доме секретов мы играем за сестру. И вот интересно, по его задумке, за кого мы играем, опять же. Ну, ладно. Короче, скажу так. Все, здесь ничего не буду комментировать. Это, в принципе, здесь я комментировал уже в прошлом видео. То есть, можете посмотреть прошлое видео еще раз по дому матери, да, от подписчиков. Вот. Ну, и, в принципе, это все. Он, в принципе, даже тут поработал несколько. Но все равно, типа, я считаю, что здесь, даже, даже здесь маловато. А, вот, вот он этот проход. Я понял. То есть, это тот самый проход, который, получается, через секретку сестры ведет. Вот. Ну, и, в принципе, моя оценка. Ну, в прошлый раз, я не помню, честно, что я ставил. Но, то ли 7 из 10, то ли 8 из 10. Сейчас, ну, может быть, тогда давайте 8 из 10. Пока что, ну, сойдет, так скажем. Но, конечно же, не особо, так скажем, радуйся. Потому что это еще завышенная оценка. Потому что все-таки маловато всего. Все-таки нужно больше, 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 больше всего. Хотя бы, чтобы видос был чуть-чуть подольше. Да. Вот. Ну, и, в принципе, на этом все. С вами был Кошель Сиди. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте с YouTube в комментариях. Здесь и ссылки с друзьями. Также не забывайте нажимать на колокольчик. Ну, и на этом все. Всем до новых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok